МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Хакасии из-за схода лавины погиб экстремал на снегоходе. Известно, что 42-летний мужчина из Красноярска отправился кататься с двумя друзьями в Ширинском районе. После схода снежной лавины туристы пытались своими силами найти товарища, но не сумели. Чтобы вызвать спасателей, им пришлось добираться до сотовой связи. Обнаружить тело удалось на следующее утро. Известно, что у туристов не было при себе противоловинных датчиков и щупов. Двое мужчин украли одежду коренных народов Севера на 87 тысяч рублей. Все произошло в Дудинке. Владелец вещей ехал на снегоходе с санями и застрял в сугробе. Мужчина отцепил нарты, чтобы развернуться, а когда вернулся, из прицепа исчезли малица, сакуй и верхница. Это национальные предметы гардероба. Полицейские нашли преступников 22 и 24 лет. На Красноярском море открыли первую переправу. Проезд по ледовой дороге открыт ежедневно в светлое время суток. Для безопасного передвижения толщина льда должна быть не меньше 24 сантиметров. Сейчас он местами доходит до 30-40. Для дачников проезд будет бесплатным. Остальным придется заплатить по 200 рублей за машину. Это на 50 больше, чем в прошлом году. И 100 рублей за снегоход. В сеть утекли данные 3,5 миллионов пользователей почты Mail.ru. В свободном доступе выложены ID пользователей, их фамилии, электронные адреса на доменах Mail, BK, Inbox и в ряде случаев номера телефонов. Компания ВК, владеющая сервисом, подтвердила факт утечки РБК. Там также сообщили, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса.